Субтитры сделал DimaTorzok Также моя температура 37. Это нормально. Утро, честно говоря, выдалось тяжелым, мне немного подташнивало. Не знаю, скорее всего из-за количества рекордов, которые мне просто нужно пить, потому что это 33 таблетки и еще одна капсула. У меня есть теория, что мои щеки растут пропорционально моей температуре, которая потихонечку поднимает до 38. Если все-таки доберется, то мне придется пить, что она жаропонижающая. Я почти ничего не соображаю. Впечатление, как будто у меня грипп. Помимо рта и головы у меня болит каждая косточка в теле. Это как бы понятная реакция на воспаление, но, тем не менее, очень тяжко. Наверное, это температура. Зато вот так я похожа на Глены из Гриффинов. Мне осталось сделать только гигири-гигири. Я не могу есть, потому что тогда меня начинают подташнивать. К счастью, хотя бы не тошнит. Я не могу сразу точиться на чем-то одном. Я думала, что я буду спокойно смотреть сериалы и фильмы. Я хотела пересмотреть Гарри Поттера, поскольку декабрь. Традиция же. Но сейчас я поняла, что сегодня, по крайней мере, я не смогу сделать этого, потому что стоит меня на чем-то сорат. Начать сразу точиться, а меня начинает, угадайте, что? Правильно, подташнивать. Поэтому все, что я делаю, это стараюсь как можно больше спать. Сейчас у меня перерыв, я скоро попала, смонтировала его для вас в лог, выложила его, и надеюсь, что смогу смонтировать еще вчерашний и не болевануть и выложить его тоже. Веселюсь, короче. В общем, мне настолько сейчас фигово, что я не могу для вас ничего интересного сделать, поэтому я подумала, что сейчас начало декабря, а это значит, что ноябрь, поэтому был ноябрь, значит, что ноябрь закончился. Почему бы не снять фавориты месяца? Как я и обещала, целая тонна косметики у меня в фаворитах в этом месяце. Это еще не все, все еще не все, опять-таки не все, не все, не все, не все. Которые просто поднимают настроение. Начну я, пожалуй, с того, что не касается губ, а касается лица, потому что прогубы у меня больше. А именно BB-крем от Tony Moly, который я юзала практически каждый день. Плотный и одновременно очень BB-кремошный, если можно так сказать. Он искрывает воспаление и защищает от солнца, причем очень сильно, как можете видеть. И подсвечивает кожу, и делает ее очень увлажненной и, естественно, выглядящей. Далее у меня пара продуктов из бесчисленного количества косметики, которые мне подарили Maybelline, а именно их хайлайтеры. Нюдовый золотой хайлайтер и светлый розовый хайлайтер. Я, в принципе, обожаю хайлайтеры, вы это прекрасно знаете, и мне очень понравились вот эти два. Во-первых, цвета. Цвета просто шикарные, и тот и тот оттенок. Берите любой, берите оба по 100%, неважно, какой у вас цвет кожи. Далее у меня три цветных бальзама от Maybelline, которые просто потрясающе пахнут. Про мой самый, пожалуй, любимый я говорила в инстаграме, в сторис, как минимум 100%. Эта помада с запахом пряной тыквы. Она слегка розовая и пахнет просто потрясающе. Как только купила эту помаду, перестала покупать пряные тыквенные латы в Старбаксе, потому что это все, что мне нужно. Этот запах, это все. Следующие две, на мой взгляд, более новогодние, а именно помада с ванильным запахом и розовым оттенком. И бальзам, который я, наверное, сейчас начну усердно использовать. Это вот этот вот с коричневым, с легким таким оттенком, и запахом, просто потрясающим запахом кофе, и маленькими блесточками. Мне кажется, очень новогодний. Вы у меня спрашивали, какую такую новогоднюю помаду я использовала в тизере, и еще одна одна фотография она была. Это конкретно вот эта помада от Клиник, офигенного алого цвета, по-моему, очень новогодний. И, в принципе, осенний оттенок тоже. Они мне прислали в подарок свои новые матовые помады, вот эти более кремовые, вот эти более матовые. В общем, вот эти прекрасно подходят на сущие, когда у вас немного сухие губы, но вам хочется немножко матовости. И эти, естественно, если у вас идеальные увлажненные губы, и вы обожаете матовые помады. Вообще, они прислали мне по четыре оттенка из каждой помады, но поскольку я их использую, то парочка потерялась. И еще из косметического, это вот эти вот бальзамчики от Maybelline. У них не только классная веселая упаковка, но еще плюс в том, что ими можно пользоваться и как бальзамом, и как румянами. Вот этот, например, дает красный оттенок, этот нежно-персиковый, и вот этот такой фуксивый, розовый. Ну и, конечно же, они просто потрясающе пахнут, какой-то сладкой, густетенькой, так что обожаю. Из некосметических фаворитов у меня вот такой чай, который называется «Зимние грезы» или что-то вроде того. Это травяной чай со вкусом апельсина и карамелей, и он просто идеально вписывается в нынешнюю погоду, особенно если добавить в него мед, так что если найдете, берите 100%. Ну и еще один мой фаворит – это придумывание различных всяких радостей для себя в новом месяце. Такие, например, как сходить на стендап или вообще устроить себе день стендапов, новое кино или новая помада и так далее. Я, конечно же, поподробнее еще расскажу вам об этом позже, потому что я все-таки готовлю для вас видео про то, как чувствовать себя счастливым и отдыхать. Так, чтобы отдыхать, а не лениться, так что не переживайте. Но пока вот так вот. И, кстати, я все выполнила. Ну, я думаю, что это все на сегодня, потому что чем дальше, тем мне сложнее становится делать что-либо, разговаривать, просто находиться в сознании, тем более что-то вам рассказывать. Так что я вернусь ко сну, наверное. Фу. А я-то думала, мне будет лучше, чем вчера, а вчера мне было, видимо, от всех обезболивающих и против наркоты мне было ничего так. Но сегодня пришел день расплаты. И я Глен Квабмайер. Дигири-дигири. Удаляюсь на сегодня. И говорю, до свидания. Надеюсь, до завтра, если я доживу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok